Сегодня в Новочебоксарске стартовал Кубок России по вольной борьбе среди женщин. В соревнованиях участвуют более 120 сильнейших спортсменок страны. В ранге хозяев состязаний на ковер выйдут 7 представительниц Чувашия. Глава республики сегодня встретился с главным тренером сборной команды России по женской вольной борьбе Юрием Шахмурадовым и неоднократным чемпионом мира Европы, призером Олимпийских игр, обладателем Кубка мира по вольной борьбе Сергеем Корнилаевым. Глава республики поблагодарил представителей Федерации спортивной борьбы за выбор Чувашии как арены для розыгрыша Кубка России. Мероприятие нам позволяет, во-первых, и пропагандировать спорт, и люди, которые будут смотреть, будут, по крайней мере, желать, стремиться быть такими же сильными личностями, которые добиваются успеха в любом деле. То мероприятие, которое мы проводим сегодня, оно имеет действительно знаковое значение для нас в первую очередь, потому что я только что недавно вернулся из Швейцарии, где мы обсуждали новые весовые категории, когда в полиэпийской программе женщин увеличили до 6, как и у других видов спорта, как греко-римская борьба, вольная борьба, в большая была такая победа Федерации. То есть женщины приобрели уже законное право поступать на Олимпийские игры наравне с мужчинами. Гости отметили, что в Чувашии хорошие традиции вольной борьбы как среди мужчин, так и среди женщин. У нас выросли несколько поколений сильных спортсменок. Сестры Смирнова, Екатерина Краснова, Надежда Федорова. Главный тренер сборной команды России по женской вольной борьбе Юрий Шахмурадов рассказал, что в планах Федерации создание на территории России межрегиональных спортивных центров женской вольной борьбы. В таких регионах, как Чувашия, Бурятия, Красноярский и Краснодарский край. А также предложил в следующем году провести у нас чемпионат России по этому виду спорта. В заключении Юрий Шахмурадов вручил Михаилу Игнатьеву награду от имени Федерации за большой вклад в развитие вольной борьбы в Чувашии. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика.